Приветствуем всех на нашем канале! Сегодня 31 октября 2021 год. В стране у нас объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. Вот мы вышли на улицу посмотреть, что у нас на улицах творится. Выходим на Загородный проспект. Идем в сторону Витебского вокзала. Ну, все как обычно, народу поменьше, конечно. Мы живем в районе Семенцы. Это неофициальное название исторического района города Санкт-Петербурга, ограниченного с четырех сторон Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Веденским каналом. Это у нас Адмиралтейский район города Санкт-Петербурга. Название произошло от Слободы, квартировавшего здесь в XVIII веке леет гвардии Семеновского полка. Впереди у нас здание Витебского вокзала, Веденский канал. За время советской власти Семенцы утратили такие достопримечательности, как Веденский храм и одноименный канал, который был засыпан в 1965-1971 годы. Мосты через него разобраны, а по бывшей трассе канала расположена улица, которую назвали улицей Витебского канала. Но с 1980-го ее переименовали Веденский канал. Я была маленькая и видела его. Веденский канал вытекал из Обводного канала, проходил рядом с железной дорогой, пересекал загородный проспект возле Витебского вокзала и впадал в фонтанку возле Обуховского моста. Витебский вокзал, ранее Царскосельский, был построен в 1837 году для первой в России Царскосельской железной дороги. Метро Пушкинская. Выход из метро. Недалеко отсюда находится станция метро Технологический институт, Руминская, Пушкинская, из Ленигородска. Макдональдс. Направо океанариум. Ленигородская улица прямо. Авариум. Машина поцеловались. Что, на клубе нет авариум? Да, нет, нет. Сейчас приедет полиция и разберется. Бургер Кинг. Мастер Кебаб. Направо театр юных зрителей. На территории нынешней Пионерской площади и театра юного зрителя раньше располагался полковой плац. Вот здесь на загородном проспекте стоят павильончики с пирогами. Цены не очень дорогие. Можно выбрать свежая выпечка. Ну а мы пойдем на набережную реки Фонтанки. Налево. Пойдем на ту сторону. Чебуречная. Чебуречная. Вот мы вышли на Гороховую улицу. В Санкт-Петербурге практически каждая улица имеет собственную богатую историю. Идем в сторону реки Фонтал. Пороховая улица является одной из центральных магистралей Санкт-Петербурга. Жоомагазин, золотая рыбка, кофейня, фото, супермаркет. Впереди столовая, налево. Она тянется от Адмиралтейского проспекта до Пионерской площади. Адвокатское бюро, на той стороне аптека «Невис». Пороховая улица – первая из трех лучей, расходящихся от башни Адмиралтейства. Эта магистраль и проспекты Вознесенский и Невский составляют три луча, которые запланировались архитектором Еропкиным, как основной ансамбль для застройки города на левом берегу Невы после пожаров 1736-1737 года. Я с рождения живу в городе Ленинграде, теперь Санкт-Петербург. Я никогда не обращала внимания, что у нас такие красивые здания в нашем районе. Каждое здание – это уже достопримечательность. Существует легенда, что на одном из участков улицы жил купец Горохов и в своем каменном доме открыл лавку. Давай перейдем на ту сторону. Лавка была очень популярной и постепенно горожане стали называть улицу Гороховая. По другой легенде, в эпоху Петра Первого в числе служащих и наземцев находился человек по фамилии Горох, который впоследствии переделали в Горох, а затем и в Горохово. И он жил на этой улице. Казанская улица вперед, Московский проспект налево, а мы пойдем направо. Кафе, да? Да, Кафе. Через дорогу универсал Верни. Садовая улица прямо. Мы вышли на набережную реки Фонтанки. Прогуляемся по набережной. Здесь одностороннее движение у нас. Набережная реки Фонтанки. Отель Астерия на той стороне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Трогие фонтанки! Там виден шпиль Адмиралтейского впереди. Вот и солнышко выглядывает. Сегодня обещали солнечную погоду, но что-то солнце не наблюдается. Все утром мы ждали, когда выйдет солнце. Вот только сейчас появляется в четвертом часу вечера. Большой драматический театр имени Товстанукова, БДТ. Театр основан в 1918 году. Переулок назван в честь великого казахского Ахына Джамбула. Пойдем сейчас перейдем на ту сторону. Пойдем по набережной у воды. БДТ. Один из первых театров, созданный после Октябрьской революции. С 1932 по 1992 год БДТ носил имя своего основателя Максима Горького. С 1992 года получил имя режиссера Георгия Товстанукова, возглавлявшего театр на протяжении 33 лет. КОНЕЦ! ПОНЕЦ! 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 Легендарный мост Ломоносова. Расскажи немного о нем. Это единственная переправа через фонтанку, которой за 130 лет удалось сохранить свой архитектурный облик почти неизменный. Мост соединяет Спасские безымянные острова. Рядом с мостом располагаются улицы Зодчего Росси, бюст Ломоносова и одноименная площадь. Этот мост построен по типовому проекту Жанна Рудольфа Перони. Является одним из выдающихся памятников мостостроительной культуры города. Он сменил несколько названий. До 1798 года – Екатерининский. С 1798 по 1948 год – Чернышев мост. В честь графа-генерала Чернышева, возле усадьбы которого он сооружен. 23 августа 1948 года переименован в честь знаменитого ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Первоначально мост был разводным и деревянным. Но после того, как на фонтанке судоходство стало менее оживленным, пропала необходимость в разводном пролете. Металлические цепи, в прошлом функционирующие как часть подъемного механизма, протянули вдоль моста, и они стали просто элементом оформления сооружения. Собственно говоря, мост сохранил свой облик до наших дней. На границах центрального пролета моста так и стоят четыре башни из гранита, наверху которых расположились сферические купола с золочеными урнами. Переходим улицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова